Плоский мир Адаптация Джимми Хивертем Пятая серия Тебе не показалось, что диск повернулся? Кажется, у нее получилось Что получилось? Так, ничего У меня такое чувство, что это длилось вечность 18 лет уж точно Попробуем еще раз? Вторая попытка должна выйти лучше Эй, вы деревья, прекратите шпионить за мной Ненавижу это короневство Отличная работа Обретаясь в эфирных слоях, я мог по достоинству оценить все тонкости вашего искусства А теперь надо найти мальчишку Это наша следующая задача Он в Анг-Мор-Порке Попомни мои слова Все дороги ведут туда Анг-Мор-Порк? Но тебя не будет целую вечность Джиммерсак поручил мне важное задание Он мне верит Но ты не обязан ехать Ты и сам не хочешь Я должен это сделать Я дал слово Мы же только-только начали узнавать друг друга Ничтожество Я буду ничтожеством, если нарушу обещание Поэтому прости Я вернусь через две-три недели Может, мы еще увидимся до моего отъезда? Я буду мыть голову Видел я однажды очень неплохую пьесу Пусть явится, когда вырастет Ненавижу это королевство Успокойся, мой муж Я сказал, парень, что сделаю это И в итоге я сделал Много лет назад, когда ты впервые ступил на подмостки Но... Но не знаю Может, неправильно это Пытаться укоротить дух театра Разогнать его в клетку Да и трудно, ты знаешь В мои годы все менять В моей жизни уже крайне сложно что-то менять Тебе такой образ жизни не на пользу Ты ведь уже не юноша Нам надо где-нибудь осесть Люди сами будут к нам приходить Вот увидишь У нас пустых мест не бывает Пьесы Хьюла славятся на весь диск У этого чудича даже названий нет Назовем его бездонной бочка Самая подходящая имечка Сколько денег я в него угрохал Мы должны дать нашему театру всеобъемлющее имя Потому что театр вмещает в себя Весь мир Назовем его Давай Давай назовем его Диск Кот в мешке Добрый вечер, Хьюл Первый паяц Вот тебе моя наука С такой наукой будешь кататься как сыр в масле И вот тебе мой совет Не жди катись прямо сейчас Не можешь прокатиться коляской Катись колбаской Второй паяц Как скажешь, босс Третий паяц Размахивай пузырем на палке Бип-бип Забавно, но что-то не то Весь диск театр В нем женщины Мужчины все актеры Кроме тех, кто продает попкорн Хвала тебе Беренс Нет, это прежний король И этот с бубенцами Кто? Твой дружок Тот, что с бубенчиками и глазами больной собаки Будем по-прежнему звать его Том Джон Будь по-твоему смесь Спасибо, ты очень любезна Хвала тебе, Том Джон Король в грядущем В грядущем зачем? Просто в грядущем, девочка Так принято говорить Можно попытаться Надеюсь, он нас не слышит А то что-то заворочился Знаешь, я никогда не могла извлечь из этой штуки звук Она у тебя неисправная Кто бы говорил, у тебя и такой нет Пожалуйста, давайте уйдем Что с тобой, парень? Приснилось что-то О, боги Это было ужасно Я как будто вдруг Очутился в огромной миске А сверху на меня таращились Три страшные рожи Представляешь? Забавная штука сны Это не показалось мне забавным Который час? За полночь Помнишь, что говорит твой отец про тех, кто поздно ложится спать? Это не про меня Я просто встал пораньше Вставать рано Полезно для здоровья Пойду выпью что-нибудь Присоединяйся Заодно присмотришь за мной Ты помнишь, что твой отец говорит о горячительных напитках? Да, он говорил, что в молодости не просыхал Он так говорит Бывало, я всю ночь закладывал за воротник И заявлялся домой в пять утра Ну ладно Но только по одной в приличном месте Обещаю А кстати Что значит закладывать за воротник? Это у них потасовка? Похоже на то Ну и болото Уже В болоте аллигаторы не обчистят твои карманы Хозяин две пинты лучшего эля Ух ты, смотрите, кто к нам пришел Украшение лужайки Ну, дружок, где твоя удочка? Прошу, пинта и полпинты Успокойся Да, больше я в это заведение не ногой Мало того, что здесь обезьян обслушивают Ты ведь не хотел сказать ничего дурного Во всяком случае, об обезьянках Но обезьяны, ладно А вот всякие украшения лужаек Мама дорогая Все-таки это подтасовка или просто тусовка? Что это? Еще минута, парень это потянет на мокруху Он будет легко сходиться с людьми Братья, прошу вас Минуточку тишины Братья Да Каждого из вас могу назвать я братом И с радостью прижать к моей груди Да не поднимем руку мы на брата Ни я, ни вы Ведь гнев Подобно червю проедает Как плод живую душу человека Лишь прах и горечь Оставляя в ней Лишь прах и горечь Так изгоните злобу из души И вспомните о дружбе И приязни И о любви И о любви Сваливаем быстрее, пока они не очухались Куда теперь? Теперь? О, трактир троллей Давай зайдем В трактирах троллей людям делать нечего Жидкая лава, музыкоподобная камнепаду и галька с сыром Ну, может ты и прав Но добрый человек Выслушай меня Нет, это ты слушай меня, Литлер Витоллер Без разницы Я не добрый И даже не человек Меня не разжалобишь Я дал тебе в долг деньги А теперь хочу получить их обратно Но дай мне еще немножко времени Я дам тебе отсрочку Спасибо, спасибо Я... До завтра До завтра? Но... Я не занимаюсь благотворительностью До завтра Может, в гномий бар зайдем? Там тебе не понравится Там для тебя низковато Такие низкопробные забегаловки? Дело не только в этом Сколько времени ты мог бы петь о золоте? Оно блестит, звенит, покупает Секунды четыре, не больше Вот именно За пять часов это здорово надоедает Слышал? Ой! Шута грабят Что здесь происходит? Джей Эйч, Мехкостук, Богис и племянники Профессиональные воры Оставьте ваши отзывы о нашей работе Они из разбойничьей гильдии Все верно Только не рассчитывать, что мы и вас обслужим Мы уж домой идем Но вы его ногами пинали Самой малость Говорить не о чем Едва потрогали Каков же ваш улов? Посмотрим Вот непруха Здесь не меньше сотни серебряных долларов Да, это не мой уровень Для такого грабежа надо состоять в гильдии законников Тогда дай ему деньги Не могу, я ему квитанцию выписал Присмотри за ним, я все устрою Мой клиент согласен решить дело мирным путем, если вы вернете ему деньги А с квитанцией что делать? Ее же надо заполнить Время, место, подпись Все должно быть соблюдено Мой клиент не возражает, чтобы вы ограбили его, ну, скажем, на пять медиков Я возражаю Сюда включены два медика, плату за услугу, три медика за потраченное время, тариф за вызов Алло, а износ, амортизация, дубинки? Верно Все по справедливости Сэр, может, чем-нибудь для себя закажете, а? У нас специальное предложение по тяжким телесным повреждениям Практически безболезненно Никаких следов Любой перелом на ваши деньги Нет, благодарю Что ж, дел ваш, как хотите Остается только заплатить мне гонорар за уложение конфликта Три серебряных доллара и восемнадцать педиков чистой прибыли Потрясающе Особенно, когда они предложили сгодеть домой за деньгами, а младший прослезился Непостижимо Удивительно Я вам очень признателен И хотел бы угостить вас с парой кружечек Как еще я могу вас отблагодарить? После вас Проходите Нет, после вас Да Да Не может быть Обман зрения Золото, 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 золото Пожалуйста Пожалуй, я и не отказался Это еще одно На этот раз я ставлю Вот столько подрасту Все нормально Он ненарочно Он гномов первый видит В наших краях гномов не дорост Я бы тебе посоветовал потише веселиться Или вскоре будешь развлекать демонов, преисподний Слушай, я тебя знаю Ты хозяин косметической фабрики на Бедакурной улице На прошлой неделе я покупал у тебя партию грима Тише ты чего орешь Отличный товар Особенно номер девятнадцать Румяно-трупно-зеленый Отец говорит Просто класс Ты честно? Там не из театра Из него самого Бородячие акторы Снять теперь жизнь сидячие Вернее Сползающие под стол Я был у вас на прошлой неделе Чертовски здорово Там было про какую-то девчонку и парню Но он был женат И там был еще один парень Все думали, что он помер А она так по нему тосковала, что отравилась А оказалось, что это был не он В общем, все взяли брянки и умерли Очень печальная история Такая печальная история Я всю дорогу домой шел и плакал Так вы с ним из театра? Именно Так значит, я ради вас проехал 500 миль Откуда он, говоришь? Из овцепика Крошечное королевство, о котором никто и не слыхал Из Лангра Ну и название, будто болезнь какая-то Я там родился Когда вы в горах выступали? Том Джон, мальчик мой Это очень-очень далеко Я мог бы взять с собой нашу молодежь И мы бы вернулись к Масленице Как раз к открытию Сначала я должен написать чертову пьесу Если напишешь, получишь еще сотню серебряных монет Так сказала ее светлость История в районе интересная Злой король правит с помощью злых ведьм Бури Зловещие непроходимые леса Истинный наследник престолов Смертельные схватки с врагом Блеск кинжала, волнение, шум Злой король гибнет Добро торжествует Звонят колокола Но, мальчик мой Ты уверен, что хочешь это сыграть? Хотя, с другой стороны, а кому же от этого будет хуже? Пиастер решает все То есть пьеса решает все И на мне долг Хризафас Это он у людей руки и ноги отрывает? Сколько ты ему должен? Руку и ногу Деньги принес? Сколько он тебе должен? Сейчас посмотрим Сто серебряных монет Сколько? Извините, но я брал только... Плюс процент Еще сотня для круглого счета Ты ведь не хочешь, чтобы с твоим театром что-нибудь случилось? Уж не говоря... Но... Между прочим Я не злодей какой-нибудь Даю тебе еще два месяца Этого достаточно, чтобы собрать деньги и расплатиться со мной Как ты мог сделать такую глупость? Я сделал это для вас Мне кажется, вы достойны лучшей сцены Настоящего дома И это не жизнь Вечно в дороге По два представления в день Перед какой-то деревенщиной Которая кидает на сцену картофелями И тухлые помидоры Я решил плевать на расходы Я хотел, чтобы у нас было все Все ясно Похоже, мне придется ее написать А я в ней сыграю Спасибо вам Он едет в повозке А лучше бы на горячем белом коне У него есть волшебный меч? Мы могли бы сделать такое из громоотвода Я знаю подходящее заклинание Найдем громоотвод И сделаем из него меч Что может быть проще? Противно вас слушать Волшебные кони, горячие мечи Я в этом не участвую Путь не близкий Всякое может случиться Могут и разбойники встретиться Мы должны за ним присмотреть Это неправильно Он должен сам биться в своих сражениях Не следует ему силы понапрасну тратить Они ему здесь понадобятся А потом мы дадим ему возможность Сражаться самому Если он будет явно побеждать Первая ведьма Он что-то не торопится Вторая ведьма Он обещал явиться Третья ведьма У меня последний тритон остался Припасла для него Он не явился Вот что, тебе нужно отдохнуть Никто не требует от тебя шедевра Я сам от себя этого требую Но чего-то не достает Так, так Кто это к нам пожаловал? У нас тут где-то квитанция Они не похожи на воров из гильдии По-моему, вольные клинки Минуточку внимания Что, будешь молить обощаде? Угадал Я хотел сказать вот что Не тот муж славен Между дружиной Что ратной злобью Или алчностью Сверяпой Маград, передай мне Тут кувшин с молоком Мне его моя тетя подарила И человечность К ближнему любовь То высшее из драгоценностей На свете Надеюсь, ты все сказал? Ну Да Хорошая речь Только не возьму в толк Причем здесь я В общем, ребятки Сдавайте ценности По-моему, ему не понравилась Моя импровизация Прирожденный критик Хороший был кувшин Таких уже не делают Если бы ты сказала, для чего он тебе Я бы дала тебе утюг с полки А ведь всего неделю назад Она сказала, что не станет вмешиваться Неделя для магии немалый срок Все равно, что 18 лет Они ходят по кругу Может, они и понимают толк В актерском ремесле Но ориентироваться на местности Явно не умеют Куда ты нас завез? Мы заплутали Вовсе нет Над где же мы находимся? В горах На карту не гляди Надо остановиться и спросить кого-нибудь Кого, например? Вон ту старуху в смешной шляпе Я давно за ней наблюдаю Как посмотрю в ее сторону Она прячется за куст Бог помощь, матушка Какая я тебе матушка? Это просто такой оборот речи, госпожа, сударыня Барышня Я бедная старушка Собираю хворост Ой, ой Ой, моя спина Ты меня напугал, юный рыцарь Мое бедное старое сердечко Что с ним? С чем? С твоим старым сердечком А что с ним? Ты ж только что о нем что-то сказала А ладно, не важно Ой, ой, моя спина Вы ищете дорогу в Лангар? Да Вы проехали поворот Поворачивайте назад Проедете пару миль И за сосновой рощей направо Не желаешь ли разделить с нами трапезу, матушка Старушка Сударыня? А что у вас есть? Соленая свинина У меня от нее газы Она могла бы объяснить поточнее Или посоветовать спросить другую старушенцию Погляди туда Наше почтение Матушка Собирательница с хворостом Не желаешь ли разделить с нами трапезу, матушка? Милая барышня У нас только соленая свинина Мясо очень вредно для пищеварительной системы Если бы ты мог заглянуть в свою толстую кишку, ты бы ужаснулся Короче, я скромная собирательница хворост Ой-ой, моя спина Я собираю сухие веточки И время от времени показываю Заблудившимся путникам Дорогу В Ланкр Ой-ой, я так и знал На развилке езжайте налево А у большого камня с трещиной Его нельзя не заметить Сворачивайте направо Почему стоим? Ждем Скоро начнет темнеть Ничего, это ненадолго Только соленая свинина Не нравится, не ешь Где Ланкр? От учели берите влево Там вы верните на дорогу Что к мосту ведет Ее сразу видно Ты забыла сказать насчет спины Верно, извини Ой, моя спина А ты скромная собирательница хвороста, да? Сточку И можете меня подвести Подвинься Кстати, ты что-то сказал про соленую свининку Горчица есть? Нет Плохо К свинине непременно нужна приправа Ладно, давай ее сюда В том бурдюке что? Пиво? Вода? Разбавленная, что ли? Огонька не найдется? Спасибо, милый юноша А теперь, как насчет табачка? Превосходно Благодарю Они описали все, как будто сами там были Все в точности, в точности, в точности совпадает Все было именно так И так будет Ну и про тебя написано удивительно Слово в слово, как это останется в истории Я вижу, тут и смерть есть Этот образ всегда вызывает у публики интерес Когда они будут здесь Конец пятой серии Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова